Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, какие болезни передаются через поцелуй. Поцелуи — один из самых прекрасных способов выразить свои чувства. Но во время этого процесса мало кто задумывается о постерегающей нас опасности. Ведь с наслаждением мы получаем не только дополнительную иммунизацию организма, но и миллионы чужеродных бактерий и вирусов, многие из которых не являются безобидными. Существует 9 самых распространенных заболеваний, которые могут передаться именно через поцелуй. Инфекционный мононуклеоз или болезнь поцелуев Главным возбудителем этого заболевания является вирус Эпштейна-Барр, который входит в многочисленное семейство вирусов герпеса. Попадая в наш организм, он в первую очередь инфицирует ротоглотку, лимфоузлы, селезенку и печень. Главной жертвой коварного заболевания становится подростки, любящие целоваться с кем попало, реже взрослые. Среди главных проявлений заболевания можно выделить недомогание, незначительное повышение температуры, ангину, интоксикацию и другие симптомы. Цитомегаловирусная инфекция Это заболевание тоже провоцирует вид из семейства герпевирусов Цитомегаловирус Согласно статистике, большинство из нас является переносчиками цитомегаловируса, но опасным он становится лишь для определенных лиц. Зачастую таковыми являются ВИЧ-инфицированные люди, перенесшие операции по трансплантации внутренних органов. Главные симптомы заболевания — высыпание на теле, боль в горле, а также увеличение лимфоузлов, общая слабость и недомогание. Гепатит А От данного заболевания больше страдают маленькие дети, так как многие из них любят обмениваться игрушками, столовыми приборами и предметами личной гигиены. Не скроем, малыши тоже любят целоваться. Главные симптомы заболевания проявляются в течение 2-6 недель. Как правило, это общая слабость, потеря аппетита, боль в мышцах, потемнение мочи, обесцвечивание кала и пожелтение склер глаз. Язва желудка и гастрит Для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта поверхность желудка и его соки содержат в себе миллионы бактерий и вирусов. Если количество этих бактерий превышает норму, происходит дисбаланс в организме, который провоцирует развитие разнообразных заболеваний. В частности, возникает атрофический гастрит, причиной которого становится Helicobacter pylori. Эта бактерия может с легкостью передаваться через слюну человека. ВПЧ Вирус папилломы человека передается чаще через половой акт, но этот процесс также возможен с помощью поцелуев в том случае, если папилломы находятся на слизистой оболочке рта больного. Опасность этого заболевания в том, что ВПЧ может затаиться и долгое время не проявлять никаких симптомов, одновременно делая свое черное дело. Как следствие, человек может слишком поздно обнаружить наличие как доброкачественных, так и злокачественных новообразований. Бактериальный менингин Это заболевание тоже можно приобрести через поцелуй. Разнообразные бактерии, в частности стрептококи, менингококи, пневмококи, гемофильная палочка, попавшая через ротовую полость в наш организм, провоцируют воспаление оболочек головного и спинного мозга. Больные бактериальным менингитом могут наблюдать у себя следующие симптомы — озноб, воспаление слизистых оболочек, заложенность носа, головную боль и рвоту. Грипп и простуда Обнаружив у себя первые симптомы этих тривиальных заболеваний многие взрослые пренебрегают самыми простыми правилами гигиены. Ведь простудой и гриппом легче всего зараживаться именно через поцелуй. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал. Нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.